Мой первый шок, ну не первый, а такой конкретный уже шок, когда я начал узнавать, сколько здесь стоят автомобили. То есть, напомним, зарплата минимальная 1800 злотых на руки в месяц. Возможно, бывает и 2000 злотых, возможно, бывает 1500 злотых. Ну, где-то в этом районе не менее 1500 человек получит на руки. И сколько же стоят автомобили? В принципе, за 3 месяца, не отказывая себе в питании и проживании, Автомобили стоят, можно выхватить нормальный, неплохой, на ходу, в принципе, в отличном состоянии, в районе 3000 злотых. Наш знакомый, вот было на прошлых выходных, мы просто сидели, отдыхали, подъехал наш знакомый, вы сейчас увидите в видео, на BMW. Он здесь проработал около пяти месяцев и взял себе BMW 96-го года, в районе около 5000 злотых. Дальше, смотрите, сейчас заглянем под капот этой машины. В принципе, двигатель М-43, Б-16. 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 Сколько она простояла? Два года. Два года простояла без отопления. В принципе, нареканий никаких нет. Ну, кроме пары нюансов, которые обойдутся, в принципе. Как замена подушек, подушек, да, подушек, и локально подкрасить арки и пороги. Ну, в принципе, за такие деньги это не особо большие расходы. О, машина! Да, поданы! Да, поданы! Конечно, на Украине тут поесть-то, я вам сказал, вон! Давай! У-у-у! Е-е-е! Так! Так!